Вы знаете, что милиция – это основа всей нашей общественной безопасности, борьбы с криминалом. Все от вас. Если эффективно работаете, нормально работаете, шевелитесь, будут и результаты. Нет, значит, не будет этих результатов. Но, если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по десятибальной оценке 9 или 10. Не могу. И даже 8 с натяжкой. И я лишний раз, это министра касается и госсекретаря, в этом убедился, будучи в Могилевской области. Я вернулся к советской практике и перед уборочной кампанией попросил министра, наведи порядок. На машинном дворе все, что связано с техникой. Посмотрите, что там по бухгалтерии должно числиться и есть ли это на самом деле. Заставьте их всех поставить технику на линейку готовности. И если бы мое поручение министру было выполнено, то вот этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Поэтому имейте в виду, порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом, но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, других капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы как-то перчатки, видимо, одели беленькие и ходим в отдельных местах. Да и тебе там отдыхать не придется. Не думай, что ты попал туда и сложишь руки и будешь сидеть как на пенсии. И там мы посмотрим, какая будет работа. Потому что от тебя начинается милиция. Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя. Вокруг нас вы видите, что происходит. Это же бездумная трата денег. Когда мы что-то создаем, а отдачи такой нет, на что мы рассчитываем. Поэтому это не только вопрос губернаторов и правительства. Мы должны это взять под контроль. Люди военные. Порядок не может быть только на улице, вот где люди ходят. Порядок в целом в стране должен быть. И без милиции мы это не сделаем. Поэтому только вперед. Редактор субтитров А.Семкин